Привет, друзья! Вот опять мне сыпят на уличку об экстрасенсах, о паранормальных явлениях, ну хорошо, о телепатиях, о кожном зрении, я вам сейчас скажу. У меня в «Звездном городке» был друг Аскольд Свирский, который очень дружил и с Павелом Романчем Поповичем, и с Геннадием Михайловичем Колесниковым. И со мной все время дружил, потому что он очень любил этих экстрасенсов, возил меня в Москве к Судакову, который был директором института физиологии. Мы с ними встречались, со всеми. Там я с Умрюхиным встречался, с доктором наук. В общем, короче говоря, мы все время разговаривали на эти темы. И вот однажды, через несколько лет, Аскольд мне позвонил из «Звездного» и говорит, слушай, у меня к тебе такая просьба, не мог бы ты мне произвести сеанс, потому что мы сейчас с тобой не можем встретиться, далеко ты находишься, а ты мне ночью, там, два часа ночи, ну, каким-то образом телепатируй. А он верил в это. Там были такие люди, которые верили в то, что есть какая-то связь с космическими началами, их там две сестры, я уже говорил, рассказывали Талюта, Катар, это планета созвездная, там оттуда им телепатию дают. И там был полковник, который вот этот символ Талюта в военный билет зашил. Да, и ходил, вот, у него в военном билете. Ну, вы представляете, полковник-то очень умный, грамотный, такой офицер прекрасный. Да, а вот верил в это. И это ему грело. Ну, многим греют, иконы греют, какие-то амулеты греют, защищают их. У них такая какая-то надрыв внутренний есть, и им всегда нужна какая-то вот психологическая поддержка, типа амулета. Они верят в заговоры, они верят в телепатию. Ну, и вот, короче говоря, Аскут, я, по правде сказать, так забылся, и в три часа ночи никакой телепатию ему не устроил. Но в три пятнадцать ночи он мне вдруг будет по телефону и говорит, что ты со мной делаешь? А я говорю, Аскут, что я так растерялся со сна? Ну, забыл я, но бывает. Он говорит, я лежал, и вдруг в три часа ночи меня начало выгибать на мостик, и так выгнуло, и прямо не могу выйти оттуда. Что ты со мной делаешь? Звонит мне по телефону. Отпусти меня немедленно. Вот вам, пожалуйста, историю. Ну, я ему говорю, опускайся, 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 опускайся. Он опустился, успокоился и говорит, я тебя прошу, не делай больше со мной так. Вот вам и вся телепатия. Он в это верил, он это ждал, у него бессознательные механизмы какие-то. И в этот момент включилась генерация, генерация самогипноза. То же самое бывает, когда люди верят, что их заговорили, они потом болеть начинают, потому что сами себе это внушают. А 30% людей очень гипнобильные. Очень-очень-очень гипнобильные. Я в одном из роликов рассказывал, как в школу к нам приходил мальчик, и он, значит, и педагоги там, и дети, они просто так его встречали, потому что он нарисует на доске, черная доска, белым мелом, квадрат. И говорит, смотрите все сюда, теперь сюда. И у кого во время смотрения квадрат начнет превращаться в круг, поднимите руку. Смотришь, вот половина класса сразу, о, такие довольные, круг, круг, круг. Он их сразу приглашал к доске, им всем раздавал роли. Да, ты будешь кухарка, ты будешь милиционер, ты будешь, там, спортсменка. Да, внушал им это. И потом все около пальцами, они начинали действовать, как в театре. Ну, скажи, генерировал, кто кухарка, кто милиционер. Я тоже так делал потом со студентами. Я шел в университет, плакатом висел объявление, что Хасай Алиев будет лекцию проводить по гипнозу. Я шел, у меня ноги дрожали. Я думал, господи, весь университет сейчас соберется, я буду. А я был такой молоденький, только институт кончил. И прихожу, и меня не пускают. Они говорят, у нас лекция очень важная. Я говорю, это же я, они на меня смотрят. Ты, да ты кто такой? Они же не виделись у меня. Они думали только за Алиев, понимаете. Ну, короче, я пришел и потом стал делать, как я читал в книжках. Держите руки вот так, сцепите, чтобы пальцы рук переплились. Да, я буду считать до десяти. Скажем, что там пальцы будут сжиматься все крепче, 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 крепче. Вот так им говорил, 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 говорил. И потом говорю, а теперь кто не может разжать рук, идите ко мне. Да, и не могут разжать руки. Ну, одна треть точно. А там полный зал студентов, деканы, все. И я тут же окреп. Ноги дрожать перестали. Я почувствовал свою полную власть, как говорится. И стал им тоже эти вещи делать. Ты летчик, давай лети. И он там сидит как бы за штурвалом. А другой как будто спортсмен. Я говорю, ты сейчас будешь рекордом. Ну, короче, каждый играет свой, генерирует свой образ. Ну, самое интересное, я в книжке писал в девяностом году еще, включ себе, что я под гипнозом человеку одному сказал. Перед тобой сидит очень большой, очень большой, невероятно большой во всю Вселенную человек. Кто это? И он говорит, Бог. А это было студенчество. Знаете, у меня пора какая была. Советский Союз. Никто в Бога-то как бы не верил. Все атеисты. А он говорит, Бог. Значит, из подсознания штампы какие-то выскакивают. Что может быть такое большое, как огромное такое? Он говорит, Бог. Я говорю, у него в руках книга. Он говорит, да, книга. Я говорю, подойди и читай, что там написано. И он подходит и читает. Великая Октябрьская социалистическая революция. Ну, штампами, штампами генерирует. Тоже сейчас эти самые регрессологи меня просили, объясните, что это такое. Ну, что, ну, представьте себе. С маской сидит человек. Ему внушают, что ты находишься там в каком-то пространстве или возраста, или там на какой-то планете. Ну, каждый по-своему там. Ну, это же много. Это же просто с ума сойти. Дурь полная. И вот девочка, значит, с этой масочкой, она себя генерирует. Да, я там иду, там по лесу. Я вижу там грибы. И в это время у меня болит колено. Да, я поняла, почему у меня болит колено. Да, когда я маленькая была, я ушиблась. Ну, да, 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 да. Да можно было ей внушить, что она черепашка, а можно было ей внушить, что она дом квадратный, и что земля круглая. И она выгенерировала. Потому что я был в гостях у моего друга Сережи Лизанова, теперь могу сказать, потому что много лет прошло с этой юмористической сцены. И его жена сказала мне, они на телевидении работали, его жена мне сказала, слушай, загипнотизируй ты его. А Сережа мне говорит, ну, загипнотизируй, что ты? Все же говорят, что ты умеешь. Я говорю, да, слушай, правда, говорю. Смотри в эту точку. Он смотрит, да. Я говорю, спать. И он, чих. Я говорю, ты Тутанхамон Второй. Как тебя зовут? Он говорит, Тутанхамон Второй. Я говорю, возьми ручку, напиши. Тутанхамон Второй. Он берет ручку и пишет. Тутанхамон Второй. Я говорю, распишись. И он расписался. Я говорю, проснись. Он проснулся. Я говорю, где ты был? Он говорит, не знаю. Что-нибудь случилось? Он говорит, нет, вроде ничего Это, говорю, кто писал? Он говорит, это же моя подпись А при чем тут архомат? Я говорю, ты нарисовал Ну, представляете, да? Ну, вот это же игрушки Это я его загипнотизировал? А вот кто верит в телепатию И всяких экстрасенсов и так далее Сами себя гипнотизируют Очень много людей И просто люди не дают себе отчета в том Насколько бессознательны Штампы, шаблоны Насколько бессознательны Неисполнены желания Ну, много там чего происходит Там же целая вот такая кладезь Бессознательных механизмов Которые в гипнозе легко Стимулируются Ну, ладно Жалко, а Скорда уже нет Про Поповича рассказал интересную вещь Он же дружил с Павел Романчем Я, правда, когда с Павел Романчем Тоже дружил Даже есть у меня такое письмо Который мне написал Как я там готовил Ну, там были эти тренировки с парашютами Как я их готовил И у меня там был такой момент Когда, значит, я тоже решил с парашютом прыгнуть Ну, короче, они мне говорят Да, да, ты тоже прыгнешь с парашютом И мы, значит, когда вертолет уже садились А я никогда раньше не прыгал с парашютом И вот, короче, поднялся вертолет Я смотрю вот этот иллюминатор Ветер там И думаю, ну, как же я буду прыгать Ну, уже мужественно настроился Как и все У меня и парашют, и все И в это время полковник подходит Который командир значит И он говорит Сядь-ка сюда Я сел А он взял там вот такая штучка Шнурочек такой С металлической И меня раз И застегнул Я никуда не могу Он говорит Вот так и сиди Мы пошутили Ты, говорит, смотри В иллюминатор Как я тебе буду куверке Честь отдавать И действительно Они все прыгнули И он летел там И мне честь отдавал Так вот Аскольд рассказывал Как Павел Романч Однажды ему говорил Что он в поезде ехал Зашел Там Темно было В этом самом Купе Мужик какой-то Сидел Курицу ел А Павел Романч Голодный такой был Ну, он был В каких-то спортивках Или что И он лег на полку И до трех часов ночи Переживал Потому что Голодный был А этот все Курицу ест и ест Говорит Это Павел Романч Ему рассказывает Ест и ест курицу Ну, короче говоря Павел Романч Там вообще И снылся И смылся И весь голодный Ну, ладно Утром проснулись Значит, Павел Романч Пошел переоделся И заходит в это купе В генеральских погонах Значит, две геройские звезды И этот мужик так Ой, Павел Романч Он говорит Когда курицу жрал Говорит Павел Романч И не было Ну, ладно, друзья Телепаты До встречи Субтитры сделал DimaTorzok